И теперь о событиях дня подробнее. Встретить в темноте Новый год рискуют десятки семей в Ангарском районе. В ближайшее время в их домах отключат электричество. Почему сложилась такая ситуация, расскажет Лада Рыбакова. В шапке и шарфике хозяйничает Елена Павина неспроста. Холодно. Батареи у нее электрические. Если нет света, дом выстывает. Мы сидели три дня без света. Это не первый раз. Значит, вот до этого у нас свет отключали. В прошлом году была та же самая ситуация. То есть мы сидели вообще восемь дней без света. Пока светло, хозяйка готовится к новогоднему застолью. Поселок скоро вновь обесточат. В темноте делать салаты и нарезку неудобно. Поэтому Елена торопится, как и все ее соседи по садоводству. Вот такое неновогоднее объявление об отключении электричества появилось на дверях сторожки при въезде в дачный кооператив. Для тех, кто не читает, сообщения дублируют по громкой связи. Это делает сторож Виктор. Он просит людей запастись водой, чтобы хоть как-то обезопаситься в новогоднюю ночь. Из-за пиротехники и топки печей может возникнуть пожар. А воды взять будет негде. Единственная насосная станция работает на электричестве. Заправлять пожарную машину будет нечем. Пожарный шланг, ну это на всякий случай. Шланг одеваю на трубу и буквально заправляем. А если электричества нет, все. Воду негде взять. Только привозная. А кто ее привезет? В поселке круглогодично живут 20 человек. В основном пенсионеры-переселенцы с севера. Без света в новогоднюю ночь останутся еще три дачных кооператива Ангарского района. Это еще полторы сотни человек. Не считая тех, кто целенаправленно приезжает на дачу отмечать Новый год. Таких людей всегда больше, чем постоянных жителей. Нагрузка на изношенные электросети возрастает. Вместе с риском крупной аварии. Поэтому и отключают. Я дал команду, мы обзвонили всех председателей. На самом деле там часто аварии. Я так понимаю, в облкоммунэнерго просто перестраховывается. Потому что если этот режим ограничения не ввести, то может быть более серьезная авария. Чтобы ее избежать, сети нужно менять. Но денег на переоборудование нет. Облкоммунэнерго сегодня едва расплатилась со своими работниками по зарплате. Поэтому жители поселков будут встречать Новый год при свечах. Особо хозяйственные даже с поздравлениями президента. Например, Елена вовремя зарядила аккумуляторы для телевизора. А значит, сможет почувствовать себя, как будто в цивилизации. Лада Рыбакова, Сергей Полянский. Новости по будням.